Вековые дубы переломаны пополам. Такую ситуацию может наблюдать любой житель Рязани области, который решит отдохнуть в дубовой роще. Прямо у дороги можно заметить кладбище дубовых деревьев. Дубы, которые в обхвате составляют несколько метров, просто сломаны. Очевидцев поразило сразу несколько вещей. Олег расспросил местных жителей, и все теории свелись к одному. Скорее всего, деревья упали из-за непогоды. Наталья Михайлова, заместитель директора Заокусской средней школы о защите дубовой рощи, родила давно. Говорит, по легенде, здесь есть дубы, возраст которых достигает и 200, и 300 лет. В действительности легенду почти подтвердили. На поваленном дереве насчитали 137 колец. К сожалению, отдыхающие за собой и много оставляют таких негативных моментов. В дубах, не скажу, что во многих, но встречаются выжженные дупла, вырубаются частично они. Ну и вот как бы поэтому мы с такой просьбой обратились, и губернатор идею это поддержал. В осень этого года нашей Дубраве предан статус памятник природы. Ни глава Заокского сельского поселения, ни организаторы проекта предания дубовой рощи статуса памятника природы о поваленных деревьях не знают. Для них это стало сюрпризом, правда печальным. Первый вопрос, который они задавали, услышав о поваленных деревьях, был, а вы не путаете дубовую рощу с сосновой? На сосновую как раз рощу обрушился сильный ветер, и большое количество деревьев было повалено. Разобрать это силами местных жителей как бы не предоставляется возможным, школьники тоже. Я знаю, что Нина Ивановна Судачкова, глава нашей администрации, обращалась в Солочинское лесничество, но пока внешне этот лес не сильно изменился. Дубовая роща принадлежит Солочинскому лесничеству. В ведомстве заявили, что о поваленных деревьях они не знают, но в ситуации разберутся. У нас там, да, проходило летом 2018 года, там какой-то в виде, наверное, урагана было, да, деревья были повалены. О том, кто производит опиловку, это, конечно, неизвестно. Но деревья будут убежаться силами, наверное, волонтеров. Местные жители рассказали, что в селе Коростово поваленные сосны не убирают уже больше полугода. Говорят, что сотрудники лесничества постоянно твердят, что уберем. Остается вопрос, превратится ли прекрасное место для отдыха дубовая роща во второй сосновый лес, деревья, в котором так и не убраны после урагана. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».